Амбициозные проекты – это очень хорошо. По крайней мере, если это реальные проекты, а не шапка закидательства, они, даже если они не будут никогда осуществлены, они стимулируют развитие науки, лабораторий, вложение средств в конкретные проекты. То есть на этом отрабатывается целый ряд неких партикулярных частичных технологий, которые потом можно будет использовать где угодно. И я абсолютно не являюсь специалистом в том, насколько выгодно колонтировать ОБУНУ или вообще какое-то другое пространство, насколько это окупаемо и насколько это затратно. В конце концов, конечно, наука иногда просто удовлетворяет человеческое любопытство. Но надо понимать, что такие же проекты есть у Китая. Причем Китай не скрывает это, он наметил, как будет двигаться. И при этом Китай довольно много денег вкладывает, и на этом еле отрабатываются космические технологии, а также технологии, например, создания пищи в тяжелых условиях или создания, например, механизмов, сборка механизмов в условиях полной невесомости. То есть отрабатывает целый ряд технологий. В общем, конечно, это прекрасно. Вопрос в том, что я думаю, что повлияет целый ряд факторов, которые не позволят реализовать реально этот проект. Первое. По сути дела, все человечество сегодня занято непрофильными проблемами. То есть есть реальные угрозы, которые просто угрожают существованию человечества. И все страны, что Россия, что США, что Китай делают все возможное, чтобы не задумываться над этими проблемами. Мир вообще не защищен ни от каких космических катастроф. Как катастроф занесения спора из космоса, так и просто падения метеоритов больших или столкновения с хвостом комета. То есть это то, что уничтожает человечество полностью. У нас нет никаких, по сути дела, договоренностей о совместной защите пространства Земли. У нас нет никаких систем реальных, действующих по защите от земных глобальных катастроф. Напомню, что около 10 лет назад была волна цунами, накрыла Индонезию. Рядом с которой находится мощный Китай, и у Индонезии были станции слежения. За несколько дней погибло 200 тысяч человек. Причем как от самой волны, так и от эпизоотии, то есть болезни падших животных, которые начали разлагаться и так далее. Распространяется зараза. Оказывается, что волна может смыть, по сути дела, часть государства. И вот сразу поднялся вопрос, давайте разрабатывать совместные меры. Это сделано не было. И вот поэтому есть некая тенденция, что планы есть по глобальной защите. Но если мы даже не можем киотский протокол все вместе подписать, по экологической, по сути дела, защите, о какой колонизации может идти речь. Но если... Это первый фактор, который будет нас отбрасывать назад. Потому что в реальности сотрудничества по взаимной защите планеты нет между глобальными лидерами. Есть другой еще момент. Да, конкуренция будет. Но насколько сегодня Россия конкурентоспособна в этом плане? Ведь конкуренция это не когда группа ученых сделает какое-то гениальное открытие, которое позволит защитить прорыв. Конкуренция начинается со школы, с детского сада, с воспитания кадров на уровне абсолютно новых, инновационных, не просто знаний, а мышления. Если это наложить с попытками прикрыть российскую часть интернета, я не очень понимаю, как это вместе все сочетается друг с другом. Нельзя сделать гениальное открытие в условиях закрытой страны. Если вспомнить, если принять во внимание частые высказания, ну как же, Советский Союз был в общем закрыт железным занавесом, но какие технологии создавались? Но я напомню, что в углове этих технологий в основе лежала в том числе деятельность очень мощной внешней разведки. Мы активно приглашали на создание российской промышленности в 20-30-е годы американских ученых, которые создавали просто архитектуру российской промышленности. Еще Ленин для использования шахтного оборудования приглашал в такие города, как в Кемерово, американских и голландских специалистов. То есть, по сути дела, никакой закрытости интеллектуальной не было. Так вот, сейчас, я думаю, мы движемся к значительно большей закрытости, нежели это было в сталинское время. Потому что кажется, что это и решит наши проблемы. Но если бы мне когда-нибудь предложили колонизировать или быть в числе колонистов, которые высадятся на какую-то планету, если позволят мое здоровье, я 100% это сделаю. Потому что, по сути дела, это неизбывная тяга человечества посмотреть то, что никогда нет ни на Земле, ни даже в наших фантазиях. Продолжение следует... Продолжение следует...